Всем привет! Сегодня мы отвечаем на целую пачку вопросов от нашего подписчика про дроп-домены, про их поиск, подбор, отсеев и разные варианты работы с ними. Итак, Дамир Шакиров спрашивает у нас 6 вопросов. Первый. Подобранный домен после смены владельца начинает свой возраст заново. Нет, сама смена владельца не сбрасывает параметры, которые на нем были, сбрасывает другая история, сбрасывает его недоступность. То есть если домен, который вы купили, не был недоступен ни минуты, то как жил сайт, так он и живет в том же виде без изменений после смены владельца, то все остается. То есть как бы ничего не сбрасывается, по крайней мере, ну может быть внутри поисковая система как-то это себе и фиксирует, но на данный момент невьяность и в гугле это ни на что не влияет. Дальше по недоступности. Если вы покупаете дроп-домен, то есть который был какое-то количество времени недоступен, например, если вы русскоязычный покупаете там в .ru домен, то он, как правило, месяц недоступен до того, как вы его можете зарегистрировать. И в это время он, а, часто вылетает из индекса, б, на нем за это время копятся негативные поведенчики, потому что поисковики на него продолжали по инерции отправлять трафик, а он его показывал до свидания, мы типа недоступны, сайта такого нет. И в этом смысле вот этот эффект, он дает дальше негативный, конечно, шлейф, то что документы вываливались и они потом как только обратно добавляются в индекс, уже ссылки, со ссылками ничего не происходит, если на них шли ссылки, то они также будут работать. А остальные моменты, ну, в общем, они перестают в том же объеме влиять, то есть их поведенческие факторы накоплены на этих страницах, то есть возраст в тех алгоритмах, где он учитывался, в общем, оно, ну, в зависимости от того, насколько долго он был, эти страницы были недоступны, оно сбрасывается, начинает считаться заново. Поэтому в этом смысле вот это важно, а не то, что сменился владелец. Если вы планируете использовать его для 301-го редиректа, то вам в принципе не нужно его восстанавливать, вы его просто ставите 31-го на себя и все. То есть вам не нужно восстанавливать старую версию, и в этом смысле контакты вам, это не актуально. Если вы восстанавливаете эту версию для простановки ссылки, то вы можете оставить старые контактные данные и еще и оживить карточки компании на там Яндекс.Справочнику в My Business и так далее. Либо просто повесить какие-то выдуманные и все. Это не важно. Использование одного и того же хостинг-провайдера, но под разными аккаунтами поисковая система может заподозрить в аффилированности. Если мы говорим об аффилиат-фильтре Яндекса, то ну да, как один из таких не очень важных факторов, но да, лучше делать разное. В остальном главное, ну важнее, чтобы там IP-адреса не совпадали и содержимое самого сайта. Контакты, телефоны, дизайн и прочее. Если мы говорим про дроп-домены, то на одном хостинге нежелательно держать больше, чем несколько дропов из одной сетки. То есть, ну несколько дропов вы же для чего-то делаете? Для подклейки или для простановки ссылок? Если для подклейки вы можете вообще вешать хоть на свой хостинг, там, где у вас там основной сет лежит нормально, то дроп-домены под ссылки, вы их распределяете, то есть, чтобы у вас дропы, которые ссылаются на один ваш сайт, были, ну, раскиданы были пачками, не больше, чем несколько штук на каждом хостинге. Следующий вопрос. Использование правильного браузера Tor решает проблему обнаружения аффилированности доменов по посещениям ресурсов. Я рекомендую не заходить на сетку, на вашу сетку сайтов, которые ссылаются у вас на ваш продвигаемый сайт, то есть, так называемый IPBN, с одного браузера с сохранением там кук и того же IP-адреса, поэтому, ну, мы это решаем так, что мы заходим на разные сайты наших сеток, просто используя разные профили, либо в Google Chrome разные профили, и там прописано просто разные IP-адреса, разные прокси, либо это разные мобильные браузеры, мобильные Firefox, в которых тоже в каждом из них разная IP-шка. Вот Tor в этом смысле не обязательно, но можно и Tor. Либо просто любой инкогнито-браузер. На самом деле, это не самый сильный момент, гораздо важнее, что там внутри, если вы не ставите на эти сайты, там, Яндекс.Метрика, Google Analytics, то они и так, ну, у вас не так сильно палятся, ну, вы же у себя не ставите сервис Яндекса, Гугла, НСВКОМ. И главное, что если вы сетку разворачиваете под Google, ну, не заходите на эту сетку из Google Chrome. Неважно, там, профиль или не профиль, или прокси, или не прокси, хоть Chrome клянется, что он никуда ничего не передает, по факту рисковать мы так не можем, по факту, похоже, передает довольно много. Регистрация веб-мастере Яндекс, опять же, в свете вскрытия аффилированных сайтов, на какую почту делать? Полагаю, что использование для входа веб-мастере ящика Яндекс, который идет регистрация в свой ящик, вскрывается пусковой системой легко. Ящики делаете разные, то есть разные. Если вы вдруг зачем-то решили добавить ваш сайт в панель веб-мастера, если этот сайт у вас под простановку ссылок, то у вас должны быть разные панели. Разные панели, разные Google аккаунты, разные Яндекс аккаунты, понятно. Насчет переадресации, ну, берите, то есть если вам нужно складировать... Вообще это не нужно, на самом деле. Если вы хотите все-таки, чтобы у вас про каждый сайт, вам приходило уведомление о каких-нибудь санкциях или сложностях, но мы так не делаем, но если вы хотите организовывать штуку, то просто используете не ту почту, которая принадлежит поисковику. То есть не используете Яндекс почту для манипуляции Яндексами, используете Gmail для манипуляции по главному всем. И последний, наконец, вопрос. Если есть брошенный домен, на который есть ссылка с большого ресурса уровня Википедии, но тематика статьи на этом ресурсе и тематика домена не коррелируются вообще. Вопрос, есть ли польза в таком тематическом дропе, и я так понимаю, вопрос времени, когда ссылку на большом доноре удалят, насколько большой риск, что ссылка с донором удаляется в течение года. Риск большой, если мы говорим о каком-то неплохо модерируемом каталоге типа Википедии, могут удалить, если вы там повесили что-то нерелевантное туда. Если вы повесили примерно ту же самую статью, на которую ссылался изначально тот ресурс, то, как правило, не удаляют. То есть когда мы так делаем, оно там висит потом годами. Так, еще вопрос какой-то был. Есть ли польза в таком тематическом дропе? Если тематика очень сильно меняется, то польза есть, но гораздо ниже, чем если бы он был тематичным. По нашему опыту так. Так, все, вопросы кончились. Наконец-то их было 6 штук. Надеюсь, на все ответил, надеюсь, было полезно. На этом все. Пишите ваши вопросы в комментариях, подписывайтесь на канал, приходите на бесплатный мастер-класс по самостоятельному продвижению. Ссылка в описании. Пока.